Я прочитаю такое место. Это записано первое послание Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стих. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Еще раз хочу, чтобы мы немножко могли увидеть, что Дух Святой запечатлел здесь. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Кто вот из молодых братьев? Давай, Дима, встань вот здесь вот мы еще раз, чтобы мы могли видеть. Написано, так и Христос. Вот тело, которое мы знаем, что это личность, и его зовут Дмитрий. Вот мы с ним общаемся. Мы не просто говорим, я хочу познакомиться с твоей рукой. Как твоя рука, вот, мне так хочется иметь общение с твоей рукой. Нету такого. Мы с личностью общаемся, не правда ли? Мы подходим. Как тебя зовут, молодой человек? Меня зовут Дима, о, приятно. Пошло дело. Значит, смотрите. Ибо как тело одно, одно тело, но имеет многие члены. В этом теле есть много членов. Есть пальцы, есть кисть, есть рука, есть уши, есть глаза, есть волосы. Многие члены, и они имеют определенное значение. И Слово Божие говорит здесь. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. И написано, что так и Христос. Спасибо, Дима. О чем я хотел поговорить с вами? Потому что, участвуя сегодня, имея возможность быть участником причастия, или, так сказать, соединения с этим телом, есть очень важные вещи, где Дух Святой Он заложил. Мы сегодня, может быть, потеряли вот это настоящее представление о теле Иисуса Христа. Мы просто, вот, я верю, и вот Иисус. Я знаю, что Он Спаситель, вот Он мой Господь, вот на этом и все. Вот Он просил мои грехи. Но я продолжаю жить, свою жизнью, у меня есть свои трудности, свои есть переживания, есть падения, я снова, бывает, где-то согрешил, снова ищу выход из этого. Но вот и я, и Он. Но здесь говорится о теле, как о многих членах, и многие члены, которые составляют одно тело. И написано, так и Христос. И дальше, 13 стих. Ибо все мы, скажите, все мы, одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Крестились одним духом во что? В это тело, которое есть Христос. Вот это вот тело, которое есть Христос. Потому что написано, что Он есть Христос, это тело. В этой же главе, я еще одно место, 27 стих написано так. И вы, тело Христово, 27 стих этой же главы, а порознь члены. Значит, Христос является этим телом, а мы являемся членами этого тела. Нам всем давно это понятно. Но, вся 12 глава этого послания Коринфина говорит о взаимоотношениях, взаимоотношениях в этом теле, этих членов. Нету, вы знаете, дискомфорта. Нету того, что какой-то член в теле, он дискомфортно чувствует себя по причине какой-то части тела. Нету такого, чтобы кто-то в теле был недовольным на какой-то орган. Нету такого. Но в этой главе сказано, что если болит один член, болит все тело. Есть переживания за этот член. Неблаговидные, они боли, за ними уход, и они покрываются. Нежели те, которые в этом не имеют нужды. Попечение происходит за те члены, которые более немощны, более в нужде, нежели за тех, которые не имеют в этом нужды. Тело так устроено. Недаром Дух Святой проводит этот прообраз церкви. Нас, рожденных свыше, с телом. Потому что в теле все гармонирует. Нету такого, что если нагрузка на одну руку, если ты несешь какую-то тяжесть в одной руке, и уже рука твоя обессилела тащить, то другая рука, она не делает таких вещей, что, а мне все равно. Главное, что я не несу эту ношу. Вы знаете, все связано именно с телом. Это не то, что договариваются члены между собой. Это не просто рука договорилась другой рукой. Когда я устану, ты мне помоги. Нет. Вы знаете, все связано с телом. Это тело устает. Это автоматическая помощь происходит. Друг другу помогают все члены благодаря тому, что они в теле. В теле есть жизнь. В теле есть правильная функция. Вы знаете, главой этого тела является сам Иисус Христос. Мы читаем такое место, где написано Колоссянам такое слово. Это вторая глава, 19 стих. «И не держась главы, от которого все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Значит, все тело, составы, связи, все эти сухожилия, все эти члены, они подчинены главе. Оттуда идет вся информация, вся команда, вся чувствительность, все идет оттуда. И вы знаете, если какой-то член тела, какой-то орган не подчинен главе, этот орган будет атрофирован. Он не будет чувствовать всего тела. Если произошла парализация какого-то органа в теле, и он отсоединен от главы, то он мертвый член. Другими словами, он не ощущает того, что в теле. Поэтому важно быть подчиненным главе. Как же это происходит? Мы снова вернемся, где Слово Божие говорит здесь о том, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Это не просто с сегодняшнего дня я исповедую, что я в теле. Можно исповедовать, но не быть там. Но Слово Божие говорит, каким образом мы оказались в теле Иисуса. Мы крестились одним духом в это тело. Духом. И дальше написано, что этим духом мы должны быть напоены. Это Святой Дух. Он есть Тот, Который позволяет нам погружаться в Иисуса Христа, ощущать Его, то, что с Ним происходит. Вы знаете, написано, имейте чувствования, какие во Христе Иисусе. Имейте. Те же самые чувствования, что чувствует сегодня Иисус. Я должен это чувствовать. Тогда будет гармония в теле. Тогда будет правильная передача. Дух Святой не послан просто для того, чтобы мы на эмоциональном уровне имели подтверждение, что есть Бог. Дух Святой, Он дан, чтобы погрузить нас в тело, чтобы мы имели общение с Ним, имели это взаимоотношение с главою тела, с Иисусом Христом. Он является этим телом. Вы знаете, никто из нас не может сказать, это я какой-то особенный. Вот я особенный. Вот я имею особенную функцию в теле. Нет. Вы знаете, в этом вся и суть, что человек, погруженный Святым Духом или крещеный в тело, он понимает, что особенность тела – это Иисус, который есть глава. И от Него все. Все составы, все суставы, все связи, все вот эти вот отношения, они связаны только посредством Его. Вы знаете, я могу иметь дружбу с человеком. Просто это хороший человек. Я поддерживаю с ним отношения. Все нормально. Потому что мне нравятся его какие-то качества, его какие-то стороны. Но это только до поры определенной, определенного времени, пока этот человек. он мне сделал такое, что мне не понравилось, и я вдруг начинаю держать дистанцию. Вы знаете, в теле там совсем другие отношения. Там, если с кем-то что-то происходит, там не выкидывают, там начинают заботиться об этом органе. Почему? Потому что чувствование, как во Христе. Если наша сегодня задача – это не просто настроить, как полюбить этого человека, как полюбить его. Я не могу ему простить. Есть люди в церковь, входят, не могут простить людям, которые им причинили боль. Вы знаете, причина не в том, что нужно их заставить, а вы все-таки простите. Вы знаете, есть люди, которые они прощают на словах, но внутри они остаются в тех же ранах. Одна из причин – они не присоединены к голове, к Иисусу. Они не погружены в это. Как только мы подключаемся к Иисусу, Дух Святой нас погружает в эту личность. Он нас крестит, Он нас погружает. Тогда приходят взаимоотношения. И как Иисус простил этого человека, у меня другого нету выбора, потому что у меня те же самые чувствования, та же самая любовь, та же самая сострадательность к этому обидчику, который сделал мне плохо. Иисус на кресте молился за тех, кто распинал его. Он говорит, прости им. Я слышал, как один человек сказал, что выразился по отношению одного политического лидера, и он говорит, что он столько пролил крови и столько он сделал зла. Я не хочу, чтобы молили, чтобы этот человек покаялся. Я вообще не представляю, как однажды я буду с ним в раю, если вдруг он покается. Господи, не дай этому случиться. Вы знаете, у человека есть определенный такой настрой, и он по-человечески, он прав, возможно, потому что тот действительно нехороший человек. В моей жизни был случай. Я его уже рассказывал, может быть, неоднократно. И когда я служил в армии, то практически все знали, кто я, потому что со многими беседовал о Боге. Каждый вечер, если перед тем, как лечь спать, подходили ребята, расскажи что-нибудь. И мы начинали беседовать. Были разные вопросы, провоцирующие вопросы, разные были вещи. И мы сидели, иногда допоздна ночью, беседовали, молились, и разная была реакция. Это был 83-й год, когда я призвался в армию. Это было правление Андропова, когибиста на то время. Я помню, приехал с работы, нас привезли в нашу часть, и было холодно, была зима. Я зашел, чтобы в бытовую комнату, кто служил, знает, есть в казарме бытовая комната, и там был утюг, чтобы прогладить свои вещи. Я зашел туда, и через перегородку от этой бытовой комнаты называлась Ленинская комната. Там были политзанятия. Это как раз было воскресенье, и там один человек, замполит, частью он проводил вот эти занятия с нашими солдатами нашей роты. И я там, когда проглаживал это все, я слышал, что он им там говорил, и вдруг он им говорит. Вы знаете, в вашей части, вернее, в вашей роте есть богомол. И я услышал, что он вам говорит о Боге. И вы знаете, к удивлению, вы его так слушаете, задаете ему вопросы, но это все миф, Бога нет. Хотите, я докажу вам, что Бога нет. И когда я вам докажу сегодня, что Бога нет, и вдруг Козлов начнет вам говорить о Боге, вы скажете, что майор Пропашка говорил нам, и он доказал, что Бога нет, поэтому мы тебя слушать не будем. Я напрягся там за стеной и стал слушать, о чем он будет говорить. И он говорит, что сейчас я буду проклинать Бога, сейчас я буду призывать, чтобы он убил меня. Если он этого не сделает, его нет. И вы знаете, он стал говорить ужасные вещи. Я напрягся там за стеной, и я стал думать, о Господи, если ты его действительно бы убил бы сейчас, какое было бы пробуждение сейчас? Люди бы все узнали, что ты есть. И он там говорил разные проклятия в адрес Бога, а я за стеной стоял и молился, и говорил, Господи, убей его, убей его. Потому что я знал, что если это сейчас случится, все, это, ну, люди все узнают, что есть Бог. И вы знаете, этого не случилось, и мне как-то стало обидно в этот момент. Думаю, такой был шанс, вот такая возможность, и ничего не случилось. прошло несколько дней, и я, как сейчас помню, ночью я шел по тайге, и было одно место, где я уединялся там и проводил время в молитве, и так было тяжело на моей душе, и я так шел, и так думал об этих вещах. И вы знаете, Дух Святой стал обличать меня. И я четко понял, я не слышал конкретного голоса, но я понимал, что это был Дух Святой. И вопрос состоял вот в чем, что я четко услышал внутри, что я люблю этого майора пропашку, точно так же, как люблю тебя. Вы знаете, в то время меня никто не учил, как там прощать, как там все, вот как Бог. Мне казалось, что Бог только любит тех людей, которые вот что-то делают для Него. Но в то время я получил сильный урок от Господа о Его любви. Оказывается, Он не хочет, чтобы кто погиб, включая всех этих, негодных людей в наших глазах. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Он помышляет, как отверженного спасти. И вы знаете, для меня это было удивительно. И я вспомнил, что там на кресте Иисус, Он говорил, прости им, молил о прощении тех людей, которые убивали Его, унижали. У нас бы на этом вместе бы, на месте Иисуса Христа была другая реакция. Мы бы среагировали по-другому. Вы знаете, у Иисуса была возможность умолить Отца, и 12 легионов ангелов, они бы явились. Но Он молил о прощении. Прости им, этим убийцам, этим злым людям. Прости. Вы знаете, когда мы в теле, мы обогащаемся Иисусом. Дух Святой не просто нас отдельно учит, и должен этому, этому научиться. Дух Святой нас погружает в это тело. И в этом теле мы не просто соприкасаемся друг с другом, мы имеем отношения с Иисусом. И через Него у нас самые правильные отношения друг с другом. Посредством Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, в этом мире есть столько разных общений у людей. Разные есть клубы по интересам, по разным взглядам, по идеям. Люди собираются. Они как-то восполняют свою пустоту в этом общении. Но когда им надоедает, все прекращается. Но вы знаете, когда мы соединены с Ним, как с главою тела, когда мы рассматриваем тело, что это Иисус и Дух Святой нас погрузил в это тело, мы обогащаемся им. И наши отношения строятся друг с другом посредством Иисуса Христа. Как Иисус смотрит на этого человека? Да, я могу ему не простить, но Иисус-то простил. И если я не могу простить ему, то вопрос, а соединен ли я с Иисусом? Если я соединен, а он простил, то я прощу. А если я не могу простить вопрос, а соединен ли я с Ним? Давайте проанализируем свое сердце. Давайте мы проверим, действительно мы позволили Духу Святому крестить нас в это тело, чтобы любить ближнего, любить друг друга, как мы любим Господа, по крайней мере, как мы исповедуем, что мы любим Его. Действительно мы имеем эти отношения друг к другу. Написано дальше, что мы напоены одним Духом. Напоены. Это значит, не приходит так откровение, которое не открывает Иисуса. Все, что делает Дух Святой, когда Он напояет, Он открывает это Слово, чтобы мы познали Господа нашего Иисуса Христа. в христианстве нету просто направлений для того, что вот христианство должно заниматься благотворительностью. Да, должно, но это не есть направление христианства. Не есть даже то, что мы можем сказать, мы должны проповедовать Евангелие. Да, мы должны, но это не является главной целью. А что тогда главная цель? Вы знаете, Слово Божие говорит, что все от Него им и к Нему. А это значит, апостол Павел говорит, я преклоняю колени, чтобы Дух при мудрости откровения пришел для того, чтобы мы имели познание Его. И тогда от Него и это евангелизация, и благотворительность, и хождение из города в город, и страны в страну, и до края земли. Не потому, что я так захотел, а потому, что это Его воля, чтобы я это сделал. Не потому, что мне понравилось, вы знаете, месяц назад мне одно нравилось, сегодня другое. Но когда я крещен в это тело и соединен с Ним, мне нету разницы, что мне нравится, мне важно, что Ему нравится, что Он хочет, что Он определил. И мы находимся тогда в том, что Он имеет. вот почему мы напаяемся этим Духом, чтобы возрастать в Нем, чтобы обогащаться им. Вчера после молитвы мы имели общение, и Миша, он делился таким интересным свидетельством, что он прочитал за первых христиан, и это свидетельство людей, которые были просто, ну, мирские люди, но они наблюдали, и они говорили о том, что христиане, у них есть определенный критерий жизни. И там перечисляется этот критерий, как они живут, они честные, они стабильные, они хорошего поведения в семье, и там ряд такой список их жизни. Я сразу же вспомнил, что апостол Павел говорит, что вы письмо. Почему это вошло в историю вот тех людей, которые были в то время в правительстве, в римском правительстве, и они свидетельствовали о христианах, кто они такие? Павел говорит, вы письмо. Как хочется сегодня нам вернуться в те истоки, чтобы сегодня увидеть, действительно, я тот христианин, о котором сказано Павлом, что вы письмо. Письмо, которое должны читать. вы знаете, к сожалению, в это время, в которое мы живем, христиан рассматривают, в них не видят ничего христианского. Другие вещи читаются, похоть читается, читаются, зло прочитывается, обида, превозношение, обман, негодование, я лучший. вот это читается, гордость, вот это сегодня читается, сегодня люди, они просто говорят, о, если этот христианин, то я не хочу такой веры. Сегодня можно это слышать. Возлюбленные, мы письмо читаемое и узнаваемое, что это? Это то, что люди начинают видеть в нас, не наш характер, не наши какие-то качества, но Иисуса Христа, в которого Дух Святой погрузил меня. Сегодня мы должны заботиться об этом. Я себя не могу изменить. Если даже мне в чем-то и удастся чего-то добиться, то я буду этим гордиться и превозноситься, что я добился. Но я знаю, что я не могу себя изменить, но есть Тот, Который это сделал в моей жизни. Это Святой Дух, Который пришел, Который погрузил вы Иисуса, в котором есть смерть и есть воскресение. Смерть, где я умер для всего отрицательного, для мира, для всего прошлого, для всего негативного, плод со срастями и похотями распитого Христе Иисусе. Это смерть. Шестая глава Кремлина мы читаем о крещении в смерть Иисуса. Вы знаете, погружение в смерть, это значит умереть для своих амбиций, для обид, для негодования, плод должна быть мертвая. Ее не надо переделывать. Это не стояло в планах Божьих. В его планах было умертвить то, что однажды поднялось в Эдемском саду против Бога, привести к смерти. Это было осуществлено две тысячи лет назад на Голговском кресте, когда Бог возложил грехи всех нас на Иисуса, и Он умер за наши грехи. Слово Божье говорит о том, что Он также распил плоть нашу, ветхого человека со страстями и похотями. Дух Святой, Его работа взять и погрузить нас во Христа, где есть смерть для всего этого. Иисуса. дальше мы читаем в 6 главе кремлинам о том, что сказано умерший освободился от греха. И дальше сказано итак почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Кто это сделал? Дух Святой. И Он когда напаяет, это слово также оно имеет значение открывает, пропитывает нас чем-то. Наша плоть должна пропитаться смертью во Христе Иисусе. И мы должны пропитаться Его жизнью, чтобы уже жить не для греха, а для нашего Господа Иисуса. Когда мы будем участвовать сейчас, я бы хотел, чтобы мы увидели глубину того, что сделал Иисус для нас. Приобщение к телу. Мы приобщаемся к Его телу. Ефесянам сказано, что при действии каждого члена происходит приращение и возрастание в любви, когда мы начинаем проявлять определенное действие. Я знаю, что нам необходимо сегодня номер один, это иметь познание во Христе Иисусе, потому что от Него все. сегодня многие динаминации, они построены на определенных принципах, функционируют все это, но нету жизни. Я знаю, что жизни в этой личности, во Христе Иисусе, нету другой жизни, нету. Он сказал, я есть жизнь, Иисус есть жизнь, Он есть истина и путь. Аллилуйя! Дорогая церковь, я вас хочу поощрить сегодня, чтобы мы сегодня достойно могли участвовать, рассуждая о теле Господне. Давайте мы встанем сейчас. В этой молитве давайте позволим, чтобы Дух Святой, который имеет силу погружать нас. есть некоторые вещи в нашей жизни, когда Он нас погружает, то мы начинаем видеть, что много того, что не позволяет нам с полной отдачей служить Господу. Иногда мы приходим в страх. Я в своей жизни сколько раз это замечал. Когда ты видишь, что ты не можешь дальше идти, потому что это большим препятствием. Сколько было в моей жизни, когда я сам боролся со своими слабостями, с падениями, и казалось, что это последний раз. Я говорил, Господи, больше не повторится, я обещаю. Проходило время, я снова оказывался на тех местах поражения. Я думал, как это могло быть, я же старался. Вы знаете, это все происходило до того, как пришло откровение, что я своими силами не могу победить грех. Грех сильнее меня, но есть тот, Иисус сказал о нем, вы примите силу, это Дух Святой, Он погрузит в меня, где есть смерть для греха, и когда ты умрешь, то умерший будет свободен от греха. В нем есть воскресение, это значит, нам не надо жить и думать постоянно, а может быть, я в этот день упаду, а может быть, я согрешу, нет, возлюбленные, как важно получить откровение, чтобы освободиться от этих мыслей, что я сам себя могу сохранить. Слово Божие говорит, что Он могущественный, который силен сохранить нас от всякого падения. Все, что нам нужно, это погружаться в Него, для этого послан Дух Святой, погружать нас в Иисуса и напаять нас своим Духом, чтобы мы были богаты по знаниям Господа Иисуса Христа, чтобы мы могли жить им, наслаждаться им, жить для Него, быть людьми глубокого посвящения, любить Его и любить через Него друг друга Его любовью. Это так важно сегодня. В этом участии, когда мы будем принимать хлеб и пить из чаши, я бы хотел, чтобы мы действительно могли увидеть это значение Святого Духа, который имеет силу преобразить нас, это преображение в личность Иисуса через крещение в это тело и напоение этим Духом. Мы порознь члены, но когда Он нас погружает, мы одно целое, мы Божий народ, мы Христовы люди, мы Его тело, тело Иисуса. Халилуя! в котором все цены, все дороги, все любимы, все приняты, слава Ему! Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, Господь наш, мы благодарны Тебе, Аллилуйя! Мы благодарны Тебе, Иисус наш, за все, что Ты сделал, мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, Иисус наш, Аллилуйя, мы благодарны Тебе